Добрый вечер, друзья мои телезрители! Как всегда, по средам в эфире программа «Горячая линия» Я ее ведущий Андрей Острев. Сегодня мы опять будем говорить о том, что касается горожан. Ну, наверное, не только горожан. Сегодня у нас в гостях Андрей Ермолаев. Это советник мэра Александра Сенкевича и член исполкома. Мы сегодня решили опять поговорить на тему сноса будок. Почему такая тема возникла? Очень много людей, которые смотрят наши программы, наших зрителей или подписчиков Facebook, задают вопрос с разными адресами. Почему это сносится, это не сносится, это появляется, это не появляется и так далее. То есть, эта тема достаточно еще живая. Да, процесс идет, но многие, в принципе, задают достаточно правильные вопросы. И сегодня эти вопросы решил передрисовать Андрею. Андрей, вот давайте сразу, сразу первый вопрос. С будками, вот, с будок мы еще коснемся. Давайте вот поговорим о вот тех вот стихийных рыночках из газет. Вот что с ними делать? Это о чем имеется в виду? Вот, например, очень яркий пример. Вот наши сотрудники, наши телестудии, в частности, тоже отмечают этот забавный феномен, который возле центрального рынка, на входе в подземный переход. Возле одного из, я не знаю даже как, парапетов, расположилась девушка, которая сейчас уже разрослась настолько, что у нее там коробки какие-то. Собственно говоря, там уже мини-маркет. Еще немножечко и там построят будочку и будет торговать. Да, я боюсь, что не будочку, а торговый центр. Вот что с этим делать? Не является ли это первой причиной появления вот таких вот будочек, а потом незаконных строений, о которых мы поговорим дальше? Возможно. Это и есть первая причина – это стихийная торговля. У нас со стихийной торговлей должны бороться районные администрации и полиция. И рейды эти проводятся, периодически проводятся по стихийной торговле. Там людям объясняют, составляют протоколы. Но, к сожалению, экономическая ситуация в стране такая, что людям как-то… Одно дело, когда там это торгуется профессионально каким-то товаром, другое дело, когда там кто-то там, бабушка, вышла продавать свои шмотки. Насколько я знаю, из-за такой ситуации, то иногда администрация и полиция там лояльно относятся, не штрафуют, объясняют людям, что тут стоять нельзя и все. Я думаю, что это надо как бы продолжать, разъяснять и в том числе точно так же, как они же пример берут с чего. Вот с этих же незаконных будочек и временных сооружений. То есть, опять же, это просто почему и можно, нам нельзя. То есть, это должно вестись в комплексе и такая работа ведется. Ну, я согласен с тем, что, собственно говоря, ни у кого нет цели кому-то сделать плохо. Я имею в виду вот этим вот людям, которые вынуждены торговать таким вот образом, варварским, на холоде, в дождь, снег, жару и так далее. Они торгуют и, собственно говоря, поскольку раз они торгуют, значит, там есть покупательная способность какая-то. Что же делать, чтобы этого избежать? Ну, вот есть какой-то такой генеральный план, чтобы эту вот всю стихийную торговлю, ну, либо привести в какое-то чувство нормальное, либо искоренить. Есть. Генеральный план – это разработка комплексной схемы размещения вот торговых мест, которую сейчас разрабатывает наше управление архитектурой. Вот. После того, как эта схема будет разработана, там будет как бы город разделен на участки, и там будет на каждом участке будет показано, где могут размещаться торговые места. Вот. И думаю, что после этого четко будет понятно, да, фактически это будет как карта города. Но я утрирую, но и там будут какие-то места красные, какие-то зеленые. Где зеленые, там можно размещаться объекты торговли, где красные – нет. Я думаю, после того, как эта схема будет утверждена, то будем более жестко подходить к этой стихийной торговле. Там кто хочет торговать, должен оформить будет предпринимательство, будет подать заявку на место и торговать. Вот. Но вы поймите, как бы и силы районной администрации там в отделах работают по три человека, и полиции там. Вот недавно была передача про полицию, сократили очень много участковых. То есть рейды проводятся, но как бы все-таки основное – это, а, надеюсь, что это повышение благосостояния в стране, чтобы это прекратилось, разъяснительная работа. Ну а с непонимающими, особенно когда это пищевые продукты земли, колбасы и так далее, то есть без холодильника, без ничего, то с этим мэр ставит задачу жестко бороться, в том числе и с этими машинами, которые там торгуют непонятно какой колбасой. Хорошо. Ну давайте тогда, ну, надеюсь, что это произойдет. А вот почему вот у многих зрителей, вот, наверное, как и у меня, возникает вполне логичный вопрос. А почему раньше эта схема не была сделана? То есть это что, какая-то инновация или что-то, ну, почему вот именно вокруг этой схемы столько разговоров? Разговоры, как бы поднимая там архивы сайтов наших, разговоры об этой схеме ведутся с 2011 года. И первые задания там на разработку этой схемы датированы еще 2011 годом. И даже какие-то маленькие участки по городу уже, я знаю, там были когда-то разработаны и даже приняты. Вот. Все дело в том, что, ну, должно быть какая-то там политическая воля в наведении порядка. Вот. Просто понятно, что когда будут разработаны все схемы, какие-то торговые места останутся за схемами. Вот. И, естественно, может быть, это тормозило... Схема зонирования имеется в виду, чтобы ни у кого не возникло двоякого... Ну, схема размещения временных сооружений, я же до этого сказал. То есть, и поэтому тоже это решение со стороны городской власти тоже, оно не пройдет без проблем. То есть, кто-то, как всегда, ну, довольными все быть не могут, кто-то, может, будет всегда обижен. Учитывая, что у нас, как бы, там в последнее время постоянно выборы какие-то, этот вопрос потихонечку отодвигался. Не на часе, не на часе и так далее. Я надеюсь, что сейчас уже там политическая воля есть. Схема будет разработана, это размещение временных сооружений и доведем это до конца. Ну, хорошо. Будем надеяться, что это так и произойдет. Потому что, собственно говоря, проблема, да не в том, что люди торгуют там, а в том, что, во-первых, они мешают проходу. А во-вторых, качество продуктов, которые продаются с земли, невозможно проконтролировать. И, собственно говоря, качество их оставляет, наверное, желать лучшего. Хотя, ну, утверждать этого не можем. Но есть определенная санитарная норма, которая должна соблюдаться. И это, прежде всего, забота о здоровье горожан. Давайте к будкам вернемся. Очень, то есть, то, что вы ведете работу, то, что ведется работа. И городская власть борется с будками и там даже с некоторыми стихийными рынками. Вот, например, Федор Панченко там победил свой какой-то рынок и последнюю будку торжественно снесли. Все равно появляются эти будки. Они, причем, появляются в таком вот, как, не знаю, из ничего, из какого-то портала. Сегодня нет, утром уже есть. Вечером нет, утром есть. Днем сняли, на утро появились. Вот что с этим делать? И что делается самое главное? Что касается, да, там сразу вернемся, там победил. То есть, никто не выгнал. На самом деле, там получилась ситуация такая, что, на самом деле, там не просто снесли. А там сейчас это все упорядочится. То есть, людей не выгнали. То есть, там будут сделаны вот эти все разнокалиберные, разношерстные будки, там, оказывается, годами. Их убрали. И сейчас, как бы, там, насколько я знаю, выданы разрешения, чтобы сделать цивилизованный, крытый, там, какие-то павильоны. Ну, и там будет цивилизованная торговля, как бы, архитектура там дала разрешение, будет проект. И должно быть там все, то есть, как ты не приходишь, вот эти будки вне попад, а одного архетипа, как-то все должно быть сделано красиво. Надеюсь, когда там все доделается, Федор нас пригласит, мы посмотрим. Вот. Что касается будок. Ну, это же дело не хитрое. Привезти ночью будку загрузить и поставить продавца, там, ее убирай, там, или там, завтра его можно привезти на другое место. Вот. Это будет продолжаться, то есть, пока, там, с ними, там, не начнут, вот, реально бороться. То есть, пока, к сожалению… А что значит реально бороться? Ну, у нас человек может привезти и поставить будку за одну ночь. Чтобы ее убрать, требуется некоторый формализованный путь. Например, если просто поставили будку, и там никогда на нее не было документов, вот, то… Ну, вначале тут обнаружить и написать жалобу. То есть, как бы, тут я еще приживаю к горожан, там, какие-то вас привезли будки, ну, как бы, мало об этом написать в Фейсбуке. Вот у меня там… Куда нужно писать жалобу? На районную администрацию, на горсовет, на мэра, на кого угодно, что будка, то есть, будет расписана на соответствующую службу, выйдет, соответственно, комиссия, проверит документы, что, действительно, тут этой будки быть не должно. Там с периодичностью заседает специальная комиссия по упорядочению объектов торговли, и этот объект будет вынесен на демонтаж. Вот. И сейчас, как бы, ведется работа, да, сейчас вот новое положение, новая структура, и хотим это немножко все ускорить. То есть, сейчас за это отвечает администрация, может быть, потом сейчас этот немножко передадим в горы с полком, чтобы это все ускорялось, потому что вся база данных по торговым объектам все равно в горы с полком. И будем делать это быстрее. Вот. Если не будет задержек, то, ну, с демонтажом этих будок, их просто будет невыгодно ставить. Так бывает, там, я там три месяца поторгую, пока там дойдут руки, пока меня там уберут. Сколько сейчас, сколько сегодня занимает срок рассмотрения такой жалобы? До факта демонтажа? Ну, до месяца может занимать. То есть, если это такой вот, ну... До месяца? До месяца. Ну, то есть, за месяц, в принципе, будка не отобьется, я так думаю. Да. Ну, это, таким сленгом. Ну, это же не сразу заметили, ну, как, ее же не сразу сообщают. Ну, сейчас люди стали более активны, быстрее сообщают. А телефон горячей линии достаточно для того, для такого обращения? Или все-таки нужно, ну, вот именно в бумажном виде заявление, жалобу? Мне сложно сказать. Просто там эта линия 1588, она больше для коммунальных таких, как бы. Мне кажется, что лучше написать все-таки бумажное или по электронной почте отправить, там же можно. На него заявителю будет ответ. Просто, как бы, позвонить, это если какая-то авария, а все-таки... Ну, возможно, просто в будущем ввести такую же тоже ситуацию, которая бы смогла такие заявления по телефону принимать, это значительно ускорит. Возможно. Собственно, ну, мы когда-нибудь же доживем до того, что у нас будет электронный практически город, с электронной системой управления, электронным документооборотом, я думаю, что это будет все гораздо быстрее еще. Значит, и сейчас, как бы, заявление обязательно писать и нести на бумаге, я говорю с полком. По-моему, там есть, можно свердня отправить на электронную почту. Главное, чтобы оно было зафиксировано, чтобы был понятен там адрес, кому направить ответ. Его рассмотрят и... Хорошо. Тогда такой еще вопрос, который тоже достаточно часто звучит. Почему в одних местах убирают будки, в других нет? Обвиняют в каких-то схемах, крышеваниях и так далее. Вот разъясните нам, что там происходит с этими будками? Почему вот действительно такое избирательное, как говорят люди, правосудие? Да. Ну, избирательно это кажется только на первый взгляд. То есть, вот эта проблема, да, с хаотичным, стихично незаконным размещением, она накапливалась, ну, скажем честно, десятилетиями потихонечку. И, несмотря на то, что рядом могут стоять две одинаковые будки, будка, будки, рознь, скажем так. Вот. Когда, если у киоска, будки, вообще никогда они не обращались за разрешительными документами, никогда не получали документы, то есть, ну, абсолютно незаконно стоят, то с ними поступать проще всего. Вот это вот, как я говорил, комиссия, акт обследования, акт на демонтаж, районная администрация демонтирует. Вот. К сожалению, за многие годы там у нас научились эти будки узаканивать. То есть, как вариант, это может быть, вот берут, то есть, оформляют в аренду землю и все, но на ней, как бы, строят что-то не по проекту. Ну, вот самый простой вариант. Можно взять землю под остановочный павильон. Да, в решении горсовета будет написано, там, 4 квадратных метра под киоск, 17 квадратных метров под навес для ожидания общественного транспорта. Вот. То есть, фактически, как бы, земля в аренде. Люди берут, застраивают или киоск увеличивают, или, как бы, у нас есть такие, которые всю эту остановку застроили на один большой киоск на весь 21 квадратный метр. Вот. К сожалению, да, как там ни крути, но земля была выдана людям в аренду. Они пользуются официально. Тут немножко долгий будет. Прежде, чем такое сооружение демонтировать, надо разрывать договор аренды. Договор аренды за нарушение вот проекта, за несоответствие. Соответственно, должна выходить комиссия составлять такой же акцию, она не соответствует. Вот. Потом передается это в юрдепартамент. Юрдепартамент обращается в суд и разрывается договор аренды. После этого только городские власти могут приступать к демонтажу. Суд у нас, как бы, понятно, есть первая инстанция, есть апелляция. То есть, это время там от шести месяцев до года. То есть, объект этот будет стоять. Вот, по поводу того, на что выдано разрешение и что построено. Давайте поговорим вот о чем. Ярослав Индиков, директор на жителей компании, неоднократно поднимал вопрос о гаражах. И, собственно говоря, в Фейсбуке об этом много писали, о гаражах на Первой Слободской. Насколько я знаю, там вообще должен быть логистический центр. Но, видимо, логистический центр заключался в хранении персонального автотранспорта. Да. Что с этим всем делать? Какая там история? Почему? То есть, это же уже фактически было построено в каденцию Сенкевича. Или какие есть там тонкости в этом вопросе? Расскажите, пожалуйста. Давайте я вам сейчас все расскажу. Действительно, там должен быть логистический центр. Земля выдалась в аренду для постройки логистического центра еще в 2014 году. Естественно, вместо логистического центра построились, ну, как всем известно, гаражи. К сожалению, да, у нас же в стране принцип разделения власти. Есть законодательное, есть исполнительное и есть судебное. Когда было обнаружено это строительство, всеми самовольными застройками, вот не временными сооружениями будками, самовольными стройками у нас занимается областное отделение государственной архитектурной строительной инспекции. Вот. Поэтому было написано на них обращение, и ГАСК отозвал декларацию о начале работ у застройщика. Насколько я знаю, там на объекте даже работала там милиция-полиция, не помню, как они тогда назывались. Но застройщик пошел в суд, вначале в районный выиграл у ГАСК дело, ему вернули декларацию. ГАСК обжаловал в областном суде, в Одесском апелляционном суде обжаловал, и, к сожалению, ГАСК дело проиграл. То есть, на основании того, что дело было проиграно, декларация осталась в силе, люди оформили право собственности на этот объект. И, к сожалению, там можно много обвинять мэра, городскую власть, вот там не построили, а обещали, что будет снесено. К сожалению, там мэр у нас не диктатор, он не обладает такими полномочиями, суд постановил и так далее. Вот, поэтому там сейчас... То есть, на настоящий момент на этих гаражей есть законное право собственности? Законное право собственности у нас по конституции право собственности как бы одно из основных прав. Поэтому, когда там сейчас это решение суда получит юридический департамент, он изучит. Наверное, какие-то действия будут еще предприняты, есть еще кассационная инстанция, но пока сносить их нельзя, есть право собственности. Вот, и, к сожалению, такие случаи у нас очень часты, что некоторые умудряются вот право собственности получить, но там хоть гаражит капиталь. Некоторые умудряются получить право собственности на киоске. Мало того, что право собственности, то есть им все присваивается адрес. Вот, и... Ну, это третья Слободская, рынок Магирамова, да, об этом? Да, поверьте, этот случай не единичный. Соответственно, эти вопросы тоже решаются через суд. Но, кроме этого, даже если мы выиграем суд, то демонтажом капитальных сооружений у нас занимается исполнительная служба. То есть, да, у нас же разделение властей, каждый занимается своим делом. Соответственно, исполнительная служба, она должна изыскать, она должна заложить эти деньги в конце концов в бюджет собственности. То есть, возможно, там это не запланированные расходы, снос капитального сооружения, дело не дешевое, это там не будку краном зацепить. Вот, и поэтому... А почему владельцы не взимают эту сумму на демонтаж? Ну, владельцы, вы же понимаете, когда дело доходит до демонтажа, фирма, которая там владеет, она обанкротится, и с владельца взять нечего. Вот, поэтому сейчас вот по новой структуре полномочия ГАСК возьмет на себя горсовет, и я думаю, что мы сможем... Процесс будет немножко интереснее. Процесс будет как бы под контролем городской власти, просто сейчас нам даже, ну как мы ничего, это не наша компетенция, нам нечего даже ответить. То есть, как бы ГАСК проиграл суд, это борьбой с самозастроенным, незаконным строителем занимается ГАСК. Вот, когда это передадут нам, наверняка появятся у нас какие-то рычаги, можем более оперативно. То есть, сейчас мы пишем письма, как у нас ходят письма, все знают, а объект между тем строится. Вот, ГАСК тоже не всесиленно, не бывает, пишут, мы приходим с проверкой, там никого нету, объект закрытый и так далее, и так далее. То есть, ну, научились у нас, вот все-таки самозастрои есть, то есть, недостаточно, я думаю, что совершенное в этом плане законодательство. Вот, и... Хорошо. Будем прикладывать все усилия. Есть еще один такой момент интересный, который, вот все приводят в пример, вот 5D кинотеатр, который был в районе Макдональдса стоял, и вот он, собственно говоря, разобран. И вот многие люди говорят, а почему с другими объектами так нельзя? Расскажите, что там происходило и почему с другими объектами так нельзя? Ну, 5D кинотеатр, он стоял там на тротуарной дорожке, то есть, как бы нарушал архитектурные и градостроительные нормы, поэтому разрешение на этот объект выдать не могли. Вот, поэтому там неоднократно велись переговоры с собственниками, и в конце концов они вышли там на Александра Федоровича и сказали, что они уберут его сами, не надо демонтировать. И они выполнили свои обещания, они сами демонтировали свой объект, причем как бы прекрасно мы понимаем, что это не пивная на советской, что может он где-то нужен. И посоветовали людям обратиться в архитектуру, может им найдут место, где можно стоять, где это будет как бы и по нормам, и люди смогут пользоваться. Но, как бы правила должны быть едины для всех, и если там нельзя стоять по закону на тротуарных дорожках, то нельзя. И я думаю, что если владельцы пошли на какой-то компромисс с городской властью, сами убрали, то где-то и власть пойдет на компромисс, и что-то найдет им какое-то место. Хорошо, тогда такой вопрос, а почему с другими так нельзя? Другие не идут на такие компромиссы? В чем загвоздка, как правило? Ну, как бы кто, не все, кто добровольно убирает объекты, всем говорим, что заканчивается разрабатываться схема, подавайте заявки, будем рассматривать. То есть, она будет там вывешена, обсуждение. То есть, надо просто немножко подождать, пока разрабатывается схема, и будут едины и понятны для всех правила. То есть, как бы проще уже ничего не может быть. Или может, или не может. То есть, основная задача, чтобы убрать принятие решения от человека. То есть, как бы разработано, один раз принято, где можно, где нельзя, и чтобы там чиновник на местах не смог этим манипулировать. Ну, вот смотрите, есть еще такой же пример. Буквально недалеко, через дорогу, это остановка по проспекту Центральному, в сторону Херсонского шоссе. Там, где из Ларька построился магазин. Как там обстоят дела? Там был договор аренды, действующий. Поэтому, там подали, точно так же написали в ГАСК. ГАСК отменил им декларацию. Вот, сейчас там получим из ГАСКа письмо официальное, что им отменена декларация. Обратимся в Облэнерго, их отключат от света. Юротдел подготовил документы на разрыв договора аренды. Разорвем договор аренды. Но, скорее всего, это тоже будет идти через суд. И только после этого демонтируем. А сами владельцы, они не идут на контакт. Ну, что ж, давайте подытожим. Итак, уважаемые телезрители, ну, собственно говоря, борьба идет. Борьба достаточно нелегкая. Я, насколько знаю, сейчас средства из бюджета выделены на вот эти судебные издержки. Раньше этого не выделялось. И, в принципе, наверное, стоит обратиться к каждому из вас, из нас, чтобы мы вместе реагировали на появление таких... Ну, то есть, не были бойдужими украинской мовы к таким появляющимся объектам, особенно которые сильно мешают проходу. Да, есть все-таки, есть какие-то нормы, которые там, ну, вот, скажем, тротуар, пешеходные переходы и так далее. Это все-таки, они должны, просто обязаны быть свободными для прохода. И, собственно говоря, никакое разрешение быть получено не может, ну, до тех пор, пока, собственно говоря, схема не принята, насколько я понимаю. А сейчас выдаются разрешения на малоархитектурные формы? Ну, существующие, которые существующие разрешения, если они, там, не имеют таких критических нарушений, всем продляем на год до разработки этой схемы. Как только будет схема принята, все будет пересматриваться уже согласно схеме. Ясно. Ну, что бы вам еще хотелось бы, вот в завершении программы, буквально у нас две минуты осталось, что бы вам хотелось бы сказать, о чем рассказать, может быть, те вопросы, которые я не задал? Ну, в первую очередь, как бы хотелось бы сказать, что, там, и городские власти, и полиция, они стараются реагировать на эти заявления, ну, как бы обращения граждан. То есть, если идет вот такая стихийная торговля, там, особенно вот пищевыми продуктами, да, особенно летом, когда это все опасность отравления, то есть, ну, не будьте, во-первых, равнодушны, вызывайте полицию, но они, как минимум, прогонят торговцев. У нас есть административный штраф, торговля в неустановленном месте. Сколько он составляет? Ну, немного, но все равно. Я не могу сейчас сказать, сколько составляет. Вот. Но там, как бы, целый коблик страфов. Особенно там люди могут быть без... Есть не торговля в неустановленном месте. Есть осуществление предпринимательной деятельности без соответствующего дозвила. То есть, как бы, если там стоит не предприниматель, а просто лицо торгует, которое там, или не оформлено как продавец, и так далее. Вот. Если будут... Полиция реагирует на эти обращения, патрульная полиция. Если, как бы, или как, чем чаще их будут гонять, тем они перестанут привычно там стоять. Когда никто не обращает внимание, ну, как бы, очень много вещей происходит с нашего молчаливого согласия. Мы соглашаемся там с возникшей новой будкой, мы соглашаемся с торговлей с рук. То есть, чем больше будет неравнодушных граждан, тем, как бы, и власть будет суетиться. То есть, будут заявления, будет реакция. Что ж, на этой ноте мы и закончим нашу программу. Спасибо большое, Андрей, за обстоятельный рассказ. А я напоминаю нашим зрителям, что каждую среду мы общаемся с муниципальной властью. Предлагайте, пожалуйста, свои темы, что вас волнует, о чем бы вы хотели услышать, какого бы специалиста послушать. Мы его обязательно пригласим в студию и обо всем расскажем, что касается нашей жизни. Придомовые тарифы, которые вот сейчас тоже актуальная тема, они будут завтра рассматриваться на сессии городского совета. Мы обязательно сделаем по этому поводу программу. А если кто-то хочет знать мнение директора департамента ЖКХ, смотрите в записи программу в деталях, которая была на прошлой неделе в пятницу. Мы обстоятельно об этом говорили. На этом я с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Телеканал Николаев с нами всегда интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова